В Алексеевке прошли рождественские образовательные чтения. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна, в этом году они впервые получили статус межепархиальных. Форум собрал священнослужителей, ученых, представителей образовательных и медицинских учреждений, работников Управления социальной защиты населения, творческую интеллигенцию и студенчество. Тема чтений в этом году – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Начало чтениям дало пленарное заседание. Тема князя Владимира, значит, «Киевская Руси» актуальна как никогда. Обращая взор на историю своей страны, личность равноапостольного князя Владимира побуждает задуматься о своих корнях, особенно при выстраивании магистральной линии в области образования и воспитания подрастающего поколения. И эта линия, по мнению собравшихся, должна проходить через любовь и милосердие, осмысление значимости культуры своей страны, через укрепление института семьи. Современно-молодежная среда имеет множество проблем. Наркомания, суицид, ранний алкоголизм, беспричинная жестокость. Чтобы противостоять всему этому, духовенству и обществу нужно научиться сотрудничать. Вот здесь надо бороться за души. Те самые главные реальные помощи молодежи, которая, по мнению церкви, может быть оказана, это дать ей правильные ориентиры в жизни. И прежде чем говорить о каких-то конкретных, я бы сказал, материальных поддержках, нужно серьезнейшим образом заниматься именно этой поддержкой, созданием этого иммунитета против тех вызовов, которые сегодня нацелены на молодежи. Для директора сельской школы Аллы Паниной актуальная тема – связь поколений. В ее учебном заведении упор сделан на изучение самобытных народных традиций, которые закладывались на протяжении более 300 лет. На форум она приехала делиться рецептом своей работы с детьми. То, что мы хотим от детей, а мы хотим, чтобы они любили свою родину, чтобы они уважали своих родителей, взрослых, почитали. Это нужно закладывать не в 10-м классе, а это нужно закладывать в семье с детского сада, с 1-го класса. Если мы будем детей любить дома, если мы будем с любовью относиться к детям в школе, а вы знаете, дети, как никто, они чувствуют добрых людей и тех, которые их любят. И они будут мягче, они будут, по твоему примеру, становиться добрыми. Обмен опытом коснулся всех сфер жизни современного общества. По итогам работы секции участниками были сформированы предложения, которые будут направлены в управление образований и в муниципалитеты области. Елена Калугина, Александр Кветко, Новости Мира Белогория. Субтитры создавал DimaTorzok